Раньше это был совсем другой город, тебя будет ожидать полная жопа. Мне билетов не досталось, просто походили возле стадиона и уехал обратно. Приветствую! Сегодня в этот солнечный, но, к сожалению, не менее ветреный день, я стартую, чтобы посмотреть матч двух команд. Как неожиданно. Две команды, а именно Легионы Завантеевки и Сергиев Посад. Откуда бы вы думали, и Сергиев Посада. Команды встретятся в рамках Кубка Федерации Футбола Московской области. Осталось только не опоздать на электричку. Вперед! Самый простой способ добраться до стадиона, это доехать до платформы Болшева, откуда пройтись пешочком в районе 20 минут. До Болшева, собственно, можно доехать от Ярославского вокзала, заплатив 69 рублей. Можно немного сэкономить и сесть на эту же электричку от платформы Северянин, это рядом с МЦК Ростокино, и отдать 23 рубля, либо не париться и доехать на халяву. Вы знаете, примечательный факт, что футбол родился где-то в Англии, умер за Уралом, а прилег отдохнуть в Юбилейном. Стадион появился уже более полувека назад, а именно в 1957 году. Раньше это был совсем другой город, он назывался Юбилейный, а сейчас, буквально 5 лет назад, он вошел в состав Королева. Реконструкция крайняя, которую провели на этом стадионе, прошла в 2007 году, то есть уже больше 10 лет назад. Ну, собственно, в этот момент появились эти трибуны, потому что до этого здесь было просто обычное спортивное поле без каких-либо излишеств. А вот в подтрибунном помещении тебя будет ожидать полная жопа. Потолки практически везде протекают, на полу стоят ведра, чтобы не портить пол. Уже образуются маленькие сталактиты. Несмотря на то, что реконструкция была всего лишь 12 лет назад, короче, полная жесть. Шанс. Я не мог упустить шансы и не взять интервью у представителя Легиона из Ивантеевки. Знакомьтесь, это Олег. Олег, расскажи, пожалуйста, как давно и как вообще ты попал на сектор? Ну, правильно, наверное, будет говорить фанатов Ивантеевки. Как бы поддерживаем все местные клубы Ивантеевки. До этого был ТЭКС. И один из представителей, который как бы привел меня на сектор, он сейчас в этой работе в клубе Легиона. И какой это был год? Год, наверное, 98-99. Я еще тогда учился в ПТУ, и мы с ребятами решили собраться и походить на местный футбол, и поездить, поддерживать их. Из интернета я узнал то, что также ты поддерживаешь московский Спартак. Скажи, какой клуб был первее? Ну, конечно же, первее был московский Спартак. Это был, наверное, 95-96 год. И тогда я с ребятами во дворе собрались, и узнал, что ребята ездят на футбол. И решил поехать на Спартак Аякс. Ну, так как был молодой, и вообще мне билетов не досталось, просто походили возле стадиона и уехал обратно. Да, я думаю, это все равно незабываемо. Мне в 95-м году исполнилось 3 года, и я прям думал о футболе, наверное. Команда Легион из Завантеевки появилась в 2012 году. По крайней мере, такая дата написана на эмблеме этого клуба. Но, насколько мне рассказал Олег, оказывается, раньше так называлась спортшкола в этом городе. Оттуда, собственно, и название. По области также можно ездить на выезда, и довольно-таки не близкие. Расскажи, какой у тебя самый дальний выезд по области? Ну, самый дальний выезд я так не вспомню. Самое прикольное, это вот за текстов Домодедова, когда они играли, что металлист Домодедов играл на тренировочной базе сборной России в Бару, и нас туда не пускали. И с местными ребятами мы ведем дружбу. Они нас провели потайными тропками, вдоль речки, поэтому мы прямо к стадиону. Откуда нас потом благополучно выгнали мусора... Мусора... Ой, полицейский. Ты, естественно, знаешь про объединение М8, ты там состоишь. И расскажи, как давно ты туда попал? Ну, объединение М8, оно как появилось, в 2010 году. Соратники тут, юбилейный Королев, когда они еще разными городами были, они объединились. Ну, я, как коллекционер значков, влился, просто покупая значки и стерги его посада, то есть, и тогдашнего луча. А сейчас стерги его посад, как бы, никто его не котирует. И так познакомился с Костей, предложил влиться в их ряды, влились. А сейчас крепкая дружба и очень хорошие отношения. Расскажи, как ты видишь будущее этого Союза? Ну, будущее сейчас в основном это крепкая дружба всех членов Союза. Оно выливается в организацию футбольных турниров, общение и такое основное развитие. Хотите мощный лайфхак от Олега? Как вы помните, от платформы Болшева до стадиона в юбилейном идти примерно 20-25 минут. Оказывается, это расстояние на обратном пути можно преодолеть на машине. На машине полицейских, потому что рядом с платформой Болшева есть ОВД. Пользоваться этим лайфхаком или нет, решать вам. Твоё мнение, три самых больших преимуществ любительского футбола перед профессиональными лигами имеется в виду, естественно, фанатизм. Лёгкий проход на трибуну. Никто тебя не шмонает. На трибуне можно пожечь пиротехнику. Бывают проблемы с милицией после пиротехнии, но это можно с ними на месте договориться. А так, гоняйте на выезда по низшим лигам, это весело. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что ветер не испортил нам это интервью. Будет хотя бы что-нибудь слышно. Ну, а если что, мы что-то придумаем. Всё, футбол закончился. Окончательный счёт 0-0. Сегодня мы забитых голов не увидели. Теперь выдвигаемся в сторону дома. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подпишись на канал, расскажи о нём своим друзьям. Не прощаемся!